здравствуйте дорогие подписчики я вас снова приветствую на канале заказан и сегодня мы будем готовить цыпленка табака начали для приготовления цыпленка табака нам понадобится паприка красная молотая перец чили горький острый очень жгучий перец онели перец черный молотый соль лимон чеснок масло растительное и собственно цыпленок в роли цыпленка у нас корочка ряба выращенная в поселке тепличный во всяком случае так мы сказали об этом на колхозном рынке почему колхозом то что есть при какая-то вероятность что мы будем кушать не бролера откормила анаболиками или ускорителями роста ну а чем-то таким домашним итак начинаем и первое что нам нужно сделать при приготовление цыпленка табака его нужно отбить чем мы сейчас и займемся возьмем молоточек возьмем нож я себя чувствую прямо джеком потрошителем нет не так я себя чувствую прямо джеком потрошителем ну прежде чем ее отбить нам нужно ее разрезать по грудке аккуратненько это делаем вот теперь вот так вот и и выворачиваем раскладываем и сейчас мы ее будем отбивать значит на что нужно обратить внимание курица должна быть максимально плоской ну цыпленок максимально плоской конечно если вы работаете в автодоре и у вас есть каток не проблема но у нас катка нет поэтому мы будем использовать молоточек видите все вот эти вот выступающие части суставы в крыльях в ножках их нужно сломать начинаем для этого мы обернем курицу пищевой пленкой ну или просто полиэтиленовым пакетом чтобы не быть забрызганым содержимым курочки и начинаем затем здесь здесь вот здесь смотрим что у нас получилось вот такой блинчик я думаю пойдет переложим нашу курочку вот в такой вот емкость кстати тарелочка называется кецы вот слегка и посыпем солью с внутренней стороны тоже дальше можно немножко ее поперчить хотя нет мы это сделаем иначе теперь мы выдавим сок лимона половинки лимона вот так вот тщательно затем добавим немного масла затем чуть-чуть паприки хмели-сунели так сейчас я выловлю тут одну штучку хмели-сунели у нас же все-таки кавказское блюдо все это перемешиваем хорошенечко перемешиваем вот что у нас получилось и теперь поливаем нашу курочку этим маринадом хорошо разотрем в принципе в идеальном случае цыпленок табака должен весить 500 600 грамм не больше но как я не пытался и обошел здесь рынок меньше 900 грамм я ничего не нашел и вот курочка ряба согласилась нам сегодня продублировать цыпленка табака представляете какая судьба у нее в отличие от ее подруг курятники она засветилась и стала медиазвездой так что у нее счастливая судьба ну вот так вот мы все растерли промазали хорошенечко весь забыл одну вещь нам нужно срезать вот эту вот железку удалить ее возьмем ножик по остыне она будет явно здесь лишней доски было бы удобнее но ничего мы любим трудности поэтому все и в таком положении оставляем ее на максимально длительный срок но не меньше двух часов ждем пока наша курочка маринуется мы сделаем еще вот что в эту тарелку где у нас был маринад здесь масло немножко осталось мы выдавим чеснок чеснок затем добавим перец черный еще добавим масло все это размешаем и оставим тоже пока у нас будет мариноваться наша курочка или цыпленок я уже запутался все и так друзья вот что у нас получилось промариновалась чудесно курочка пичурка марусь разжигается сейчас добавим немножко масла очень немного и вся фишка в том что это блюдо делается на сливочном масле поэтому сейчас разогреется подсолнечно и мы будем добавлять сливочно ну вот наше масло разогрелось растительное теперь добавляем сливочного так кусочек где-то грамм 150 сейчас еще два слышите да процесс пошел и видите тоже сейчас мы его растопим по той площади где у нас будет лежать курочка ну пусть будет цыпленок все время путаясь по факту то она курица а готовим цыпленка табака интересная ситуация сливочное масло растопилось и теперь мы опускаем нашу курочку спинкой вниз это принципиально так выкладываем ее аккуратненько сейчас мы ее вот так вот поболтаем выкладываем аккуратненько теперь у меня есть вот такая крышка и вот такой не слабый гнет килограмм пять не меньше и она сейчас будет жариться огонь у нас средний поехали смотрим что у нас здесь получилось ну по-моему все нормально теперь с другой стороны прожарим итак смотрим что у нас получилось по-моему все прекрасно еще чуть-чуть прожарим с этой стороны на всякий случай накрываем смотрим еще раз по-моему все прекрасно так теперь что мы делаем вот тот соус который мы делали до этого из чеснока масло мы сейчас иногда прим вот курочку и лимона ну так пахнет а вот сейчас он будет пахнет вообще бомбически хорошо все это намазываем мы это не делали сразу потому что чеснок который здесь присутствует начал бы гореть и запах был бы не очень а вот сейчас когда он чуть-чуть пробудет на горячей сковородке он просто отдаст свои ароматы но не будет жариться и теперь вот так вот быстренько переворачиваем немножечко немножечко а в это время намажем вот здесь быстренько переворачиваем накрываем и ждем еще минутку другую смотрим но ведь это же прекрасно теперь все это перегружаем в нашу тарелочку отец и идем дегустировать итак друзья приступаем к нашей дегустации суставчиком только не очень получается видимо я не сильно хорошо отбил ничего пробовать будем соусом кемали его сам закрывал и думаю здесь он будет очень даже уместен ну пробуем это шикарно это вкусно и в принципе вы видели что это вообще не сложно ставьте лайки подписывайтесь и до новых встреч но и